Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, из Финляндии. Я нахожусь в Буэна. Вот такой Кирпутори, секенд-хенд. Он считается одним из лучших в Тампере. Находится в центре Тампере. С этой стороны у нас Раута Тиасема, железнодорожный вокзал. И 10 минут пешком Тамперен и Лёписто. Тампере университет. Конечно, много раз люди пытаются отыскать в интернете вот такое красивое место. Ну и у них есть два вида, как они берут вещи на продажу. Есть ООО-экслужив. Вы можете принести до 30 вещей. Прибнимают сумочки, обувь. Все должно быть в чистом состоянии. Никакого вот такого, что нужно отнести в химчистку или в ремонт делать нельзя. Вешалки достойные. Все вот так красиво можно повесить. Посмотрите качество вешалок. И вот, например, это фирма Грисас. Это фирма-издание для пухляков. Плюс сайз вот в таком шикарном состоянии. Тунику от Грисас можно купить за 15 евро. В магазине она стоит больше 100. Ну и, конечно, много финского. Нансо, маримеку и так далее. И в прошлый раз я снимаю и показываю, какой большой выбор было вещей из Зары. Ну и сюда можно сдать сумки и обувь. Бижутерию они тоже принимают. И для бижутерии есть специальный шкаф. Ну и, конечно, если обувь вот такая сезонная. Все мы прекрасно понимаем. Так как рядом учатся вот такие студенты. Здесь всегда тусуется народ. Вот, то есть молодежь хочет купить что-то бюджетно, поносить сезон, как говорится, 2 и отдать опять на благотворительность. То есть такое тоже может быть. И здесь прямо по размерам я смотрю. Размер экстра смол смол. И здесь у нас размер XL и 2XL. Ну вот это очень симпатичная футболка. Хоть она и Хенка Маука. Хоэндэм. Ну вот тоже раньше были, мне кажется, гораздо лучше вещи. Чувствуется пальцами, что это катон 100%. Они принимают женскую одежду без ограничений. То есть размер может быть хоть какой маленький, хоть какой большой. И они принимают мужскую одежду. Детской одежды нету. Нет посуды и нет мебели. То есть специализируются вот на таком. Да, конечно, очень здорово посмотреть цены. Может быть, какие-то вещи стоят дороже, чем бы я пошла, например, в Красный Крест. Ну, опять же, здесь люди продают. И это Кирпутори берет процент с этой продажи. То есть заходите. У них есть хороший сайт. Там все написано, как вы можете принести вещи на продажу. Ну и вот это Маримеку. Это сразу, конечно, цена дороже. Многие покупают Маримеку вот в таких магазинах. И, как говорится, Маримеку всегда пользуется в Финляндии спросом. Ну и много праздничного. Да, сейчас красный цвет рулит на Рождество, на Новый год. Многие хотят купить красненькое. Очень хочется показать. Я знаю, что у меня есть любители секонд-хендов. К сожалению, примерки я отсюда не снимаю. Но все равно вот так посмотреть, почему бы нет. 25 евро стоит куртка. И вот со всего с этого минус 30%. Ну и посмотрите, в каком шикарном состоянии длинная кофта. Да, вот эта длинная кофта точно купится на раз, два, три. Если сейчас похолодает, все будет, как вот любят финские женщины. Ну и верхней одежды в этот раз много. В прошлый раз верхней одежды было практически по нулям. И какие льняные парточки за 5 евриков. Лен, ну да, на резиночке. Почему нет, если вот действительно такие брюки на резинке вам нужно. Вот за 5 евро можно купить. И я думаю, даже если мы посмотрим качество. Раньше качество было гораздо лучше. Сейчас, если мы пойдем в тот же Хоэндэм, много перераду ботаного полиэстера, конечно, не сравнить. Это у нас халти. Много раз я показываю одежду. Ну и, конечно, это известная их обувь. И рабочая одежда от халти всегда, как говорится, пользуется спросом. Да, все вот в таком состоянии. Да, я все прекрасно понимаю, что люди покупают. Кто-то похудел, кто-то поправился. И все это пытаются вот так отдать. Заработать свои какие-то денежки. И посмотрите, от Фрэндекса курточка тоже. Вот 5 евро маленького размера эска. Фрэндекс – это у нас фирма из Дании. Я продавала Фрэндекс несколько лет. Это фирма, которая продается дистрибьюторами по домам. Да, вот такая красота. Я продавала практически 3 года до того времени, когда открыла свой магазин. Конечно, фирмы много раз скандинавские. Может быть, во Франции, в Италии там свои фирмы пользуются спросом. Но да, в Финляндии, конечно, вот эти скандинавские фирмы. Много фирм из Дании, Швеции и так далее. Ну и шарфики тоже вот так висят тут в куче, будьте любезны. 2 евро, 3 евро. Ну, почему нет? Если действительно шарфик вам вот такой нужен, почему бы не купить? Ну, это у нас, конечно, Генка и Малка. Хо энд эм, как говорят финны. И много верхней одежды в этот раз. Вот 9 евро у нас из Джина Трико. Курточка и Джина Трико. Это такой молодежный магазин. Я была один раз, и меня оттуда продавец отфутболил. Сказал, что зря вы тут смотрите, вашего размера нету. Ну, я развернулась и ушла. Больше я туда не захожу. Пусть они подавятся своим барахлом. Ну, и здесь у нас мода из Тамперы. И, конечно, цена сразу вот такая. Да, на финское сразу цена в разы дороже. 30 евро этот свитер. Но, опять же, вещь натуральная. То есть здесь никакой не переработанный полиэстер. Ну, и здесь все. Вот финское. Я смотрю, тут у нас и наншо, и опять наншо, и опять наншо. Ну, да, вот, видно, сдал человек, который любит финское и обожает черный цвет. Вот раз, два, три, четыре. Пятая вещь черного цвета. Да, видно, человек обожал или обожает черный цвет. Кто-то поправился, похудел и решил сдать. Ну, вот много финского. 25 евро. Это у нас тоже финский дизайн из Тамперы. Вот такие свитерки. Ну, да, здорово, если такой новый пойти свитер купить. Он будет стоить 200 евро. Конечно, много наншо. И вот это все, наверняка, быстро раскупится. Наншо, конечно, в этом плане такое хорошее качество. Если даже вещь уже была носима, все равно она в шикарном состоянии. Наверняка кто-то придет и с удовольствием купит. Ну, и посмотрите, опять у нас Зара. И я думаю, что это Зара не этого сезона. Потому что качество гораздо лучше. Я даже смотрю, как вшита молния. Фурнитура, подкладку. Я всегда смотрю вот на это. Но да, бюджетно можно купить вот такую курточку за несколько евриков. Ну, почему бы не купить? Мне кажется, Зара раньше была гораздо лучше качества. И вот от этого всего минус 70%. Здесь у нас капучино 18 евро и минус 70%. Да, конечно, очень дешево. Вот с этого стендика можно что-то купить. Ну, все прекрасно, я понимаю. Быстро нужно продать. Потому что люди тоже хотят что-то сдать. Все время должно быть вот такое обновление. Если вещи долго висели, конечно, уже получается вот такой завес. И, конечно, все нужно быстро продать. Поэтому вот так минус 70%. Люди пришли, купили. И, как говорится, освободилось место. Освободились вешалки. Ну, и здесь у нас опять Маримекко. Вот такая полосатая футболка. Да, Маримекко, конечно, в Финляндии рулит. Ну, и многие, кто про Маримекко не слышал ни слова, они наверняка удивляются этим ценам. Но, опять же, финны любят свое. Ну, и вот, прекрасно понимаю, за 18 евро сдано вот это пальто из Zara. Да, кто-то купил, наверняка поносил сезон. Вот сразу видите, как подкладка разошлась. Да, конечно, Zara качество это вот такое. Но если новое пальто стоит 50 евро, а поношенное стоит 18, все мы прекрасно понимаем. И вот эта жилетка от Губуш. Посмотрите, какая прелесть. Вот была бы она длиннее, я бы даже, может быть, и примерила. Но такая жилетка мне не нужна. Мне хочется длинную жилетку. Да, вот такая жилетка от Губуш. За такие копейки. Это, конечно, шик, блеск, красота. Много верхней одежды в этот раз. И много товара из Zara. Да, люди, конечно, покупают. Вот они думают, о, вот сейчас бюджетно как приоденусь. Но в итоге мы прекрасно понимаем, что это. И, народ, вы не поверите, здесь натуральная норка. Эта шапочка стоит 6 евро. Да, кто вот с корняки у нас умеют переделывать, распороть, как говорится, и переделать на что-то другое, почему нет. И здесь у нас Маримеку, коллаборация с Уникло. Но, ну да, вот такая с земляничками красивая футболочка за 20 евро. Ну, просто красота. Вот такие кофты обожаю я. Эти кофты называются Вадопад. Здесь нету ни пуговиц, ни защёлок, ни прищёлок. Ничего. Но в ужасно плохом состоянии. Да, конечно, 3 евро и такая кофта стоит. Но посмотрите, в каком ужасном состоянии. Мне бы, например, было стыдно такую кофту продавать в секен-хенде. Ну, а кто-то решил, ну, даже если 2 евро я за неё получу, это всё здорово. Здесь у нас мужская куртка из Зары для мужчин 5 евро. И здесь много вот такого, наверняка, тоже какой-то молодой человек или молодая семья. Здесь много мужской одежды из Зары. Ну, почему, как говорится, нет. Всё сдано вот так. И всё висит на красивых вешалках. Джина Трико из Туз. Искусственная шубейка за 5 евро. Ну, да, почему нет. Кто-то, наверняка, даже на какой-то маленький новогодний праздник с удовольствием вот такую шубейку купит. И опять Зара. Да, много вещей из Зара. Я не удивляюсь. Люди, конечно, покупают. Один раз надели на праздник и решили, что эта вещь им больше не нужна. Ну, и много, конечно, Генка Маука. И у нас здесь прямо целый стентик вот такого. Видно, какая-то молодая семья опустошила свой, как говорится, шкафец. И рубашки совершенно новые от Дризмана. Из Дризман, посмотрите. Да, 4 евро эта рубашка стоит. Но опять же, может быть, какой-то молодой человек купил на праздник, на юбилей, на свадьбу. Ну, и потом решил, что я такую рубашку не ношу. И отдал на благотворительность. И здесь у нас целый стендик вот такого. Получше, подороже. Ну, и первая у нас сразу Маре Мекко. 90 евро вот такая рубашка. Ну, да, все мы прекрасно понимаем. И здесь от Маре Мекко брюки. Что у нас дальше? Да, конечно, здесь вот такое все подороже. 40 евро. И написано экслусив. То есть здесь у нас все вот такое красивое. Маре Мекко рубашка 55 евро. Тоже в каком хорошем состоянии. И это у нас катун 100%. Это у нас флиппако. Но, к сожалению, маленький размерчик. По-моему, экстрасмол 12 евро. И это у нас шелк. Рубашка Гант. Вообще, мне показалось, практически новая. Да, она новая. Здесь этикетка 35 евро. 44 размер. Видно, кто-то купил. Может, подумают. Куплю, похудею, поправлюсь. Осталась ненадеванная. Вот, отдали сюда. Да, рубашка от Гант была совершенно новая. В прекрасном состоянии. Видно, даже еще никто не примерял. Потому что ценник висит вот так. Видите, как сколько красивого. Ну и, конечно, да, это все мы прекрасно понимаем. Здесь у нас подороже. 25 евро стоит вот этот худи. Что еще? Есть ли еще? Маримекко. Марка Поло. 39 евро. Здесь у нас кос. Черное платье. Мне кажется, это черное платье. Я видела в прошлый раз. Да, конечно, от Искос. Вот такое черное платье. 35 евро. Недорого. Но Элка. Маленький размер. Мне бы точно не налезло. Ну вот, если есть вот такие Элл размера, почему бы и не примерить. И здесь у нас 14 евро. Тоже вот такое красивое синее платье. Ну да, почему, как говорится, не примерить. Много-много красивого. Я вот так общим планом показываю. Да, конечно, здорово, что здесь вот такой экслужив. Можно купить что-то такое более, скажем, качественное. Это у нас опять Маримекко. И Маримекко стоит 100 евро. Да, конечно, если вы покупаете дорогое финское и поносили раз и два, потом осталось вот так ненадёвано. Да, конечно, можно ещё и продать. И здесь от Маримекко свитарок 80 евро. И здесь у нас экслужив реки. Вот такая красота. То есть всё собрано подороже, получше, покачественнее. Вот сюда. То есть, ну, всё я прекрасно понимаю. И в шкафеце у них спрятано вот такое, чтобы кто-то не скоммунистил. 20 евро стоит. Маримекко киоске. Вот такой чёрно-белый шарфик на шею. И вот этот большой синий шарф тоже мне показался, как здорово. Вот кто, кому, как говорится, нужно. Ну, красивый вот этот большой синий шарф. И стоит он 20 евро. Здесь у нас сумочка. Ну, да, почему на праздник. Вот кто хочет маленькую чёрную сумочку. Всё я прекрасно понимаю. И здесь Маримекко худи. Тоже, видно, кто-то купил, поносил и решил, что не нужно больше мне такое. 120 евро этот худи стоит в секенде. И размерка S. Мне кажется, его постирали неправильно, потому что посмотрите, в каком плачевном состоянии. 25 евро Маримекко платье. Да, вот, конечно, много здесь можно купить, если ты тащишься от Маримекко. Но вот, мне кажется, в очень застиранном состоянии это. Ну, и джинс в этот раз. Большой ассортимент джинс. И вот эти джинсы от Zara 8 евро. Как мне хочется на следующее лето найти белое шитьё. Хочу платье белое шитьё. Длинное, конечно. Ну, вряд ли я такое найду где-то вот в этих бюджетных магазинах, как Zara, Hoendem. Конечно, нужно искать в Nansho или в Маримекко. И посмотрите, какой красивый пиджак. Пиджак тоже новый. Вот, пожалуйста, с этикеткой. Он стоил 249 евро. И сейчас продают за 50. 50 евро за такой пиджак, я считаю, недорого. Посмотрите, какая красивая фурнитура, пуговицы. Вот такой золотой. Ну, под шанель сделано. И здесь вот такая красота. Продается за 50 евро. Да, пиджак новый тоже кто-то купил. Думал, ну, пойду на праздник, на какое-то событие. Ну, остался ненадёванный. Ну, и что эта вещь висит и год, и два. И кому она нужна. Ну, и вот, ой, я прям стихами заговорила. Здесь у нас рубашка от Кос за 20 евро. И Кос в Хельсинки у нас находится в Тампере. От Кос магазина нету. И Маримекко Ратия 15 евро. Вот такая грузбоди в прекрасном состоянии. Видно, тоже кто-то купил, поносил. И потом решил, что такая сумочка не нужна. И отдал на благотворительность. Тёмная, синяя, грузбоди – это просто находка. Магазин открыт с понедельника до пятницы с 11 до 18. И в субботу с 10 до 16. В воскресенье магазин закрыт. И у них есть сайт. Пожалуйста, заходите, читайте, если вы хотите отдать свои вещи на продажу. Или просто прийти, как говорится, пошопиться, прицениться. Он находится в центре Тампере. Пожалуйста, напишите комментарий. Пожалуйста, подписывайтесь. Переходите по скидке на Яндекс.Дзен мой канал. Не хворайте. Всех с наступающим Рождеством. И с Новым Годом. Не хворайте. Оля из Тампере. Всем привет. Привет.